Здравствуйте, друзья! Выбор печи или камина для дома процесс так-то непростой, но как только дело доходит до организации дымохода, все становится еще сложнее. Даже если вы решили отдать задачу просчета конфигурации дымохода специалистам монтажной организации, есть несколько критически важных моментов, о которых вам следует знать. И не забудьте обсудить их до начала монтажа со своими специалистами, ведь от этого зависит не только стоимость самого дымохода и его монтажа, но и безопасность всего дома. Давайте разберемся, какие подводные камни могут ожидать нас при проектировании дымохода в частном доме. Особенно это касается случаев, когда расположение выхода дымохода не было учтено при постройке дома. Место установки отопительного прибора. Это, пожалуй, самый важный момент при проектировании дымохода, ведь от этого зависит его конфигурация, а именно способ вывода наружу и потребность дополнительных мер защиты как самого дымохода, так и поверхностей, рядом с которыми он будет проходить. Чаще всего печь или камин располагают в самой большой комнате первого этажа дома. И если место установки выбрано в центре комнаты, то вариант выхода дымохода только один – внутри помещения. Он будет идти через межэтажные перекрытия и кровлю. И такой вариант размещения хорош тем, что не придется дополнительно защищать стены, выполненные из легковоспламеняющихся материалов от того жара, который будет исходить от самого отопительного прибора, ну и, естественно, от дымохода. Однако есть вероятность того, что при проходе дымовой трубы через перекрытие между этажами дымоход упрется влаге пола второго этажа или стропила крыши. И самый простой способ выхода из этой ситуации – несколько отодвинуть печь или камин таким образом, чтобы ось дымохода проходила на максимальном удалении от этих элементов. Если место установки по каким-то причинам изменить нельзя, то на помощь приходят отводы или, как их иногда называют, колено, позволяющие в паре с модулями дымохода различной длины сместить ось дымохода. Но с большой долей вероятности зазор между влагами пола второго этажа не будет совпадать с проемом между стропилами крыши. И в этом случае варианта два – отвести ось дымохода способом, который мы рассмотрели выше, или удалить часть стропильной системы, расширив проем до необходимых размеров. Но при этом очень важно не забыть укрепить его и, естественно, запасить от отгорания. Подобные работы, конечно, могут увеличить стоимость монтажа самого дымохода, но бывают еще сложнее случаи, когда дымоход упирается в конек дома. И здесь нужно однозначно отводить ось дымохода, переместив отопительный прибор или с помощью отводов. При смещении вертикальной оси дымохода с помощью отводов и тройников следует учитывать то, что даже один поворот оси дымохода на 45 градусов может привести к потере тяги до 15%, а место поворота трубы будет подвержено риску повышенного засаживания. Существенно больше возможностей для маневра дает установка отопительного прибора в углу или у стены дома. Здесь уже появляется возможность вывести дымоход через стену и пустить его по внешней стене дома. Но и в этом случае при наличии широких средств кровли нужно будет либо отводить дымоход дальше от стены, либо организовывать проходный узел через кровлю. А слишком далеко отводить у вас дымохода от стены тоже нельзя, так как, во-первых, протяженность горизонтального участка трубы должна быть как можно меньше, в идеале не должна превышать одного метра, иначе, ну, я думаю, что вы понимаете, что есть риск серьезно потерять тягу. А во-вторых, при значительном удалении оси дымохода может не хватить длины стандартных кронштейнов, которыми дымоход будет привиться к стене. При установке отопительного прибора у стены или в углу важно обеспечить защиту стен, если они, конечно, изготовлены или покрыты легко воспламеняемыми материалами. Напомню, что под противопозавным нормам расстояние от монотрубы до незащищенных поверхностей должно составлять не менее 50 сантиметров. Это касается как стен внутри помещения, так и из оружия. Если вы не уверены, что сможете смонтировать дымоход настоятельно, то воспользуйте эту флопу не специализированных монтажных организаций. Но ни в коем случае не доверяйте монтаж случайным людям. Требуйте от монтажной организации соблюдение всех противопожарных расстояний, всех норм, ведь от этого зависит не только долговечность дымохода и всей связки отопительного прибора и дымохода, но и безопасность работы всей этой отопительной системы. А вот правильно скомпоновать дымоход помогут специалисты в магазинах Форнакс и на сайте fornak.ru. Примеры монтажей можете видеть на нашем канале Форнакс Филл. Обязательно подпишитесь и заглядывайте к нам в социальные сети. Если у вас остались вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Но я на сегодня с вами прощаюсь. Счастливо, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok